Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы сегодня с Вадимом Родионовым снова в эфире, в нашей радиореальности. И сегодня у нас такая интересная тема. Все мы слышали выражение «смотреть на мир сквозь розовые очки». То есть смотреть на мир через призму чего-то очень хорошего и нереального, как правило. Ну, мне кажется, имеется в виду не замечать чего-то неприятного, видеть только розовые приятные цвета, видеть только приятных людей, события и так далее. Такое не объективное восприятие. Да, какое восприятие объективно, по сути, Вадим. И вот я натолкнулся на такую новость. На какой-то из ферм, где-то в Западной Европе, не помню где, решили провести смелый эксперимент и на коров одели очки виртуальной реальности, через которые коровы видели вокруг себя прекрасный лук, красивые зелёную, очень яркую, сочную траву, красивые цветы. И всё было прекрасно. И коровы начали давать повышенный удой молокам. И это наталкивает на мысль, что не одни коровы настолько подвержены воздействию иллюзии. Не одни коровы, а, наверное, мы тоже, находим для себя или для нас кто-то находит разные способы, как украсть эту реальность. Или, скажем, как изменить её, не только украсть. Здесь же можно провести такую прямую аналогию, может быть, если человек, допустим, ему приносит на блюде какую-то еду, которая не очень красиво выглядит, ну, допустим, вкусная, он воспринимает уже через призму того, что он видит. Если, допустим, что-то выглядит не очень хорошо, но надеть человеку, допустим, очки виртуальной реальности, и он будет по-другому ощущать этот вкус, то есть мозг будет по-другому воспринимать эти сигналы. Разве не так это работает? Наверное, и так тоже. Я не пробовал. Но я думаю, без всяких очков виртуальной реальности различный фастфуд или разные ужасные напитки, полные химических составляющих, сахара в страшных количествах и так далее, все они в бутылочках с красивыми этикетками, все они приятного яркого цвета, на что, в общем-то, и клюют и дети, и даже взрослые. То есть, в общем-то, тоже суть этих напитков, их достаточно бесполезное содержание в том большее вредно, оно маскируется красивой внешностью, красивыми дизайнерскими решениями. И это тоже, в общем-то, та же самая история. Например, когда берешь кофе в бумажном стаканчике или в фарфоровой кружке, это тоже разное. Кофе может быть одним и тем же по вкусу, но, тем не менее, восприятие его может быть разным. Здесь, я думаю, мы заходим, заходит речь о людях, которые по-разному создают все реальность. Есть человек, которому все равно откуда пить кофе, есть человек, которому хочется пить кофе только из красивой чашки, за хорошо сервированным столом, в ресторане или у себя дома. Есть кто-то, кому нравится пить кофе на бегу из картонного стаканчика. И те, и другие имеют на это право. Но это не иллюзия, то есть не создание некой иллюзии за счет формы, а не содержания? Я не думаю, что это иллюзия. Я думаю, что люди конструируют в себе свою реальность. Опять можно сказать, всякая реальность иллюзорна, но конструирование в себе реальности того, что у тебя есть под рукой, это всё-таки, мне кажется, скорее вопрос традиций, привычек и обычных. Тоже традиции и привычки формируют нашу реальность. На счет коров мне такая ещё мысль посетила. Ну, в общем-то, на коров эти очки одели, для того, чтобы не давали больше молока. То есть ради эффективности. Коровы не стали счастливее от этого, я думаю. Коровы стали ещё более активно использоваться. Мне трудно себе представить, как себя чувствует корова, но что-то мне подсказывает, что корова, кто бесконечно даёт молоко, это очень утомительный процесс, даже если перед очками у неё травка, цветочки и бабочки. Ну, это напоминает «Матрицу», вот то, что было показано в этом фильме и вообще вот эта концепция симулякра, о том, что жизнь совсем не та, что мы видим. То есть мы живём в этой иллюзии, и, соответственно, иногда мы счастливы в этой иллюзии, потому что, вот помните этот эпизод с красной и синей таблеткой? Можно выбрать и жить в неведении и быть таким образом счастливым? История об иллюзорной реальности – это вполне себе буддийская история. На этой поляне прочно занял своё место Пелевин, и история об иллюзорности реальности регулярно светится в одной или другой его книге. Ну, я на эту тему, на самом деле, задумывался, у нас даже была дискуссия с коллегами как-то на тему. Если ты не знаешь, что ты живёшь в иллюзии, и тебе хорошо в этой иллюзии, и ты проживёшь счастливую жизнь в этой иллюзии, то стоит ли искать правду для того, чтобы, допустим, жить в этой разрушенной, ну, если мы берём в качестве матрицы, в качестве примера, постоянно выживать и быть несчастным, быть уязвимым и так далее. То есть, так ли очевиден выбор в данном случае? Когда-то давным-давно, когда в Риге ещё бушевала эпидемия зависимости от героина, один из моих пациентов задал вопрос. «Скажите, доктор, представьте себе, что я живу где-нибудь, где горы героина, они все к моим услугам, мне не надо никого грабить для этого, мне не надо колоться чем-то непонятным, мне не надо колоться чужими шприцами. В общем, героин вся к моим услугам, и я постоянно счастлив. У меня нет ломки, потому что я чуть что могу от неё избавиться. «Разве это плохо?» – спросил он меня. То есть, я разрушаю себя абсолютно легально и когда хочу. Мне при этом постоянно хорошо. Мне при этом постоянно хорошо. И когда я его спросил о том, что понятно, что за это приходится платить изменениями психики, за это приходится платить разрушительными воздействиями на печень, на нервную систему и на самые разные системы организма, он сказал, что если я буду жить всё время счастливо, то какая разница, как долго я проживу. И это тоже, на самом деле, концепция. Человек готов создать себе некую иллюзорную, в данном случае, химическую реальность, и за это готов расплатиться годами жизни. Что, в общем-то, и делают большинство зависимых людей от наркотиков, но только в куда менее комфортных условиях. Проблема зависимых заключается в том, что они всё-таки иногда возвращаются в реальность, и эта реальность невыносима и для них, и для их близких. То есть они разрушают и себя, и тех, кто рядом. Зависимость тоже способ изменения реальности. Возможно, в чём-то сродни виртуальным очкам, но зависимые люди, в отличие от коров, хорошо понимают, что на них есть некий прибор, искажающий восприятие реальности. И, в общем-то, они к этому более или менее осознанно приходят. Так вот, а на доях, интересно, как выглядят очки. Вступаем на какую-то конспирологическую зыбкую почву. Если можно надеть очки на коров, чтобы они давали хорошие удои, вообще были полезны. Какие очки одевают на обычных людей и каким образом, чтобы жизнь казалась прекрасной, чтобы они избегали осознанности того, что с ними происходит, чтобы они были довольны и много работали, и приносили пользу. Что-то мне подсказывает, что это не так выражено, но тоже присутствует. В отличие от коров, наверное, мы способны осознавать, в какой реальности мы живём. По большому счёту, человек, который проводит всё своё время свободное, не знаю, в компьютерных играх, в телевизионных шоу, возможно, в бесконечных сериалах, насколько он в действительности живёт, в реальности. Но это ведь описано ещё у Брэдбери в Фаренгейте, там, где его жена как раз жила в реальности вот этих реалити-шоу, всех многочисленных. Там как раз описана плазма, которой тогда ещё не было, когда Брэдбери писал. И то, что вот она, в общем, вовлечена в этот мир, из него не хочет выходить. С другой стороны, ну, это привычный стереотип, что телешоу, компьютерные игры – всё это злоотвлекающее. Давайте себе представим человека, который проводит жизнь в книгах, в серьёзных, хороших книгах. Человек, который любит литературу, человек, который много читает, постоянно в это погружён. В общем-то, это тоже несколько другая реальность. Но это обогащающая реальность. Книги, в отличие от игр. Что такое обогащающая реальность? Ну, то, что делает нас умнее, как минимум. Я думаю, что книги, я думаю, что серьёзные, хорошие игры тоже делают умнее. Я, увы, ни во что сложнее Тетриса не играл, но насколько есть серьёзные игры, которые действительно развивают различные способности человека. Во-вторых, я думаю, что человек так устроен, что уход от реальности может делать из чего угодно. То есть, книги могут обогащать и дополнять твою реальность. Могут заменять. А могут и заменять её. И если… Есть этот известный термин «эскапизм». Если мы ищем, куда сбежать, я себе могу представить людей, которые сбегают в хорошие книги. Я, честно говоря, если бы я сбегал от реальности, наверное, побег в книге был бы мне ближе, чем побег в наркотике или алкоголь. Ведь, опять же, если сравнивать зависимости, то книги дают нам много информации, в отличие от алкоголя и наркотиков. Потому что те просто вызывают у нас некую химическую реакцию. Книги же, и в отличие от игромании, кстати, где, в общем, всё причинено одной цели. Книги дают нам гораздо больше. То есть, эта зависимость, её даже можно назвать не паразитическая, симбиотическая, если мы говорим о зависимости именно от книг. Вот сейчас, Вадим, на вас высадилась бы гигантская компания людей, которые расскажут, что наркотики расширяют сознание, что галлюциногены нас приведут в другую реальность, что они помогают нам осознать нечто. Кто-то, я помню, называл наркотики чёрным ходом к Будде. Более того, сейчас ведутся эксперименты, с галлюциногенами при лечении депрессии. И даже, говорит, есть результаты. Ну, героин тоже в своё время использовали в качестве лекарства, потом от этого отказались. Кстати, насморк лечили, но потом поняли, что вызывает гораздо больше серьёзных проблем в качестве побочных эффектов. Какие ещё способы избегания реальности у нас присутствуют? О зависимостях мы упомянули. О возможности уйти от реальности в какие-то другие параллельные, виртуальные или прочие реальности мы тоже упомянули. Что ещё для нас является способом изменения реальности? Я думаю, что кроме зависимости и изменения реальности может быть и наше отношение к реальности, кстати. Мы же можем посмотреть на неё с другой стороны. Ну, то есть попробовать как-то отказаться от, не знаю, вообще признанных каких-то ракурсов. Ну, хочешь изменить проблему, начни с себя, посмотри на неё с другой стороны. Это не является изменением реальности, вот как вы считаете? Начать с себя. Мне кажется, смотря что вы включаете в понятие, начни с себя. То есть не можешь изменить ситуацию, просто с ней смирись, например? Или это не то? Я не думаю, что это изменение реальности. Я думаю, что... Мы для чего меняем реальность? Есть у нас, например, способ её украсить, сделать её более радостной. Но у нас же есть и другие поводы её изменить. Например, сделать реальность более понятной. Упростить? Да. То, чем люди в фейсбуке занимаются сейчас? Это везде занимаются. А следовательно, более безопасной. Ну, это упрощение реальности – очень интересная штука. Потому что для того, чтобы человека осудить или, наоборот, приблизить к себе, мы часто пытаемся его сделать намного проще. Не вслушаться его нюанса. Человеку вообще проще всего осуждать и к нему особо не прислушаться. Сделать его проще или сделать его хуже? А себя лучше, соответственно. Расчеловечить, как часто говорят сейчас. Это один из вариантов. Это один из вариантов. Я думаю, что его сделать хуже, то есть зачислить его в плохие, это, конечно, тоже замечательный способ упрощения. То есть, когда для нас человек, вообще человечество делится по принципу свой и чужой, возможно, мы с вами это время, к счастью, не застали. У нас звонок? Да, есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, Лариса. А вот здесь такое, как это называется, коллекционирование, короче, моделирование и тому подобное. Вот человек ходит на работу, потому что это надо, на работу ходить. Он ходит просто как заведенный, но живет он практически дома, когда он креет модельки каких-то паровозиков, домиков и еще что-то. Вот скажите, это тоже какой-то уход от реальности, или что? Спасибо. Да, спасибо, Лариса. Коллекционирование, коллекционирование – рознь. Но я думаю, что можно, конечно, зачисливать уход от реальности, но тогда мы впадем в упрощение. Потому что мы знаем людей, которые создали гигантские коллекции живописи, которые стали основой музеев, люди, которые сделали так, что Россия начала 20 века стала узнавать, постимпрессионистов, узнавать, кто такой Пикассо и тому подобное. То есть, да, это были заядлые фанатичные коллекционеры, но благодаря их усилиям возникли музеи и огромные коллекции. Поэтому коллекционеры бывают разные. Есть известная история о советских времен, о неком академике, который жил в проголосе, очень много заработал, и семья его голодала, потому что он коллекционировал чучело крокодилов. Мы их-то всюду привозили, стоили бешеных денег, поэтому он всего себя положил на это. Я думаю, что коллекционирование тоже может стать достаточно разрушительным способом ухода от реальности, а оно может в итоге ту самую реальность обогатить. Но ведь вы как раз упомянули Россию начала 20 века, ведь коммунистический эксперимент – это тоже в какой-то степени попытка уйти от реальности? Я думаю, это попытка улучшить реальность. Улучшить? Да. Изменить и уйти в какой-то степени? Я думаю, попытка улучшения не с помощью дозы наркотика, а попытка улучшения с помощью неких действий – но это не только коммунизм, послушайте. Мы сейчас взглянем всю человеческую историю, любые религиозные течения, философские течения. Коммунизм просто красиво ассоциируется с коровами и очками, потому что вот эта мечта о светлом будущем, которая так и не наступила. Даже я, мне 40 лет, я помню эту историю, что мы ещё всё-таки там к чему-то стремились, когда я был маленький. Коровые очки, по идее, мы, конечно, можем развить до уровня антиутопии, потому что некое коварное правительство. Но есть очень модный термин – дебилизация населения. Нас дебилизируют, нас лишают того, того и этого. Мне, в сказать, очень сомнительно. Если, может быть, где-нибудь в какой-нибудь условной Северной Корее население, можно лишить доступа к книгам, к передачам, к интернету и так далее, то на большинстве территорий, и в Северной Европе, и в Америке, и в других странах, у тебя есть огромный выбор. Именно выбор – это ключевое слово. Да. И это трудно сказать, что тебя дебилизирует. Потому что если перед тобой разложены в ряд возможностей, неважно, это самые разные книги, самые разные фильмы, спектакли, YouTube-каналы, предмет – это ты выбираешь. Никто не заставляет тебя бесконечно сесть в компьютерной игре. Тебя никто не дебризировал. Ты это выбрал. И мне кажется, вот здесь, кто на что надевает, какие очки, а что выбираем мы сами – это большой вопрос. Сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Врач-психиатр Рель Резник Мартов. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, врач-психиатр Рель Резник Мартов, ведущий программы. И говорим мы сегодня о виртуальной реальности. И не только виртуальной реальности, вообще об иллюзиях. Больше сегодня такой разговор у нас. Есть же такая теория, что люди, которых настигает какой-нибудь психоз, это тоже для них такой своеобразный способ изменить реальность. бессознательность, это психотическое состояние, это тоже уход и конструирование в некой совершенно иной, искаженной реальности. В каком-то фантастическом романе был даже такой способ лечения психозов. Когда человек уходил в психоз, надо было проникнуть каким-то образом туда, в пространство его психоза, и настолько в этом напугать, сделать это настолько кошмарным, что человек волей-неволей со стороны вернулся в реальность. Фантастика, фантастика, но кто знает, что произойдет еще лет через 50-60. Ну, марсианские хроники, Брэдбери, помните, как прилетели астронавты на Марс, и все говорили о том, что они сошли с ума, их в этом убедили, в конечном итоге они сошли с ума. То есть, когда реальность, которую ты видишь, и то, что тебе говорят, в общем-то, начинаешь верить в то, что тебе как раз рассказывают. И вот теряется тоже такая связь с реальностью. Ведь человека можно убедить, и были такие эксперименты, по-моему, еще даже в советском фильме показывали, когда все говорят о том, что реальность не такая, как ты ее видишь, ты в конечном итоге можешь в это поверить. Это тоже получается такой, человека можно увезти из реального мира. На самом деле, это тоже философский вопрос. Насколько любая реальность объективна. И насколько мы реальность. Да. Можно глубоко копнуть. Был такой философ Бертран Рассел, по-моему, он говорил, когда издевался над теорией причинно-следственных связей, потому что я не поручусь, когда я от этого стола отворачиваюсь, он у меня за спиной не превращается в кенгуру, допустим. То есть, ну опять, иллюзорность, реальность, несовершенство нашего аппарата, восприятие ее, и так далее, это тема для еще тысяч философов, писателей и так далее. В общем-то, когда мы влюбляемся в человека, в кого-то, кого окружающие находят скучным, неинтересным, или вульгарным, или тоже привлекают, мы ведь тоже строим свою, как на приусаденном участке свою дачку, мы строим собственную маленькую реальность вокруг этого человека. Но помогают еще и эндорфины, которые сглаживают какие-то недостатки, ну, по крайней мере, в период влюбленности, ведь человек свойственен видеть в объекте своей влюбленности именно только хорошие. И даже замечая что-то, и даже, может быть, предполагая, что это что-то может потом обернуться каким-то серьезными последствиями, вот эти черты характера, в момент влюбленности человек как-то на них не очень сильно обращает внимание. С одной стороны, мы можем сказать, что влюбленность – это тоже упрощение реальности. С другой стороны, когда мы кого-то очень любим, да, наверное, мы закрываем глаз на все его недостатки или нам кажутся вовсе не страшными, да, это упрощение реальности, но с другой стороны, мы в человеке находим такие нюансы, когда он для нас открывается, которые никто больше не заметит, и тогда вопрос – это иллюзорная реальность или, наоборот, очень глубокое-глубокое проникновение в реальность этого человека. Но здесь, мне кажется, есть ключевая разница между любовью и влюбленностью, потому что влюбленность, как некое острое состояние, такое эйфории, оно, в общем-то, отличается от любви. Любовь, она может растягиваться на десятилетия, на всю жизнь, и, соответственно, там уже нет страсти, возможно, нет какой-то эйфории, но, тем не менее, это что-то другое. А вот влюбленность, она ведь создает альтернативную реальность, именно вот этот биохимический процесс, который происходит в нашей голове. Влюбленность, наверное, но, мне кажется, да, влюбленность на нас точно одевает розовые очки, да ещё с большой дозой тестостерона, которая участвует в окраске этих очков. А вот любовь, мне кажется, это всё равно иное восприятие человека, и я не уверен, что мы скажем, что это человек, которого мы объективно видим, всё любим его со всеми его недостатками. Просто для нас мы его не раскладываем на составляющие, он для нас по-прежнему важен и дорог, нам рядом с ним изменяется наша реальность, рядом с ним мы тоже счастливы. Поэтому здесь начинаются игры реальности с другой реальностью, как отражение зеркал в зеркалах. Но любовь и влюблённость их нельзя рассматривать как побег от реальности? Если, как мы сегодня уже говорим, упростить, то можно, конечно. Можно сказать, что побег от реальности, можно сказать, что это такой психоз приходящий, можно ещё что-то сказать. Это всё будет упрощение. Я думаю, что это настолько сложная история, сложнейшая, что это побег, или это мы на самом деле обретаем ту реальность, печать, которую другой никто разглядеть не может. И здесь ещё вопрос, который у меня возникает. Реальность, она всё-таки должна быть такой мрачной, потому что всё, что мы говорим, мы говорим о побеге, как побег из Нью-Йорка, был такой фильм из Лос-Анджелеса, если не ошибаюсь. Эта реальность, она априори воспринимается как нечто мрачное. На каких-то руинах мы всё время стоим, и вот она, эта реальность, которую мы должны принять. И любая наша попытка сбежать куда-то в чудный розовый мир воспринимается как побег из-за этой мрачной реальности, потому что вряд ли мы хотели бы сбежать оттуда, где хорошо. Мы, оглядываясь, видим лишь руины, взгляд, конечно, очень важен, но верный. Да, письма римского друга Дротский. Я думаю, что реальность мрачная не для всех и не всегда. Ну, возьмите ребёнка, возьмите подростка, если ребёнка и подростка, если они не живут в какой-нибудь мрачной, зловещей семье, для них мир полон открытий, полон удивлений, полон... Ну, подростка там всё перестраивается, может быть, по-разному. Бублик, да, но всё равно его реальность очень насыщенная. Она, конечно, местами мрачная и тревожная, но она очень насыщенная. Я думаю, опять мрачная, что такое мрачная реальность? Ну, например... Из которой мы хотим сбежать, иначе для чего нам сбегать-то? Из райского сада сбежать не очень, наверное, хотя и там может быть скучно. Вот, например, известные ереси альбегойцев, они же катары, которых в своё время истребили. крестовым походом, и когда о них почитаешь поподробнее, подумаешь, что, может, и не зря истребили. То есть, они считали, что мир создан не Богом, а скорее кем-то вроде дьявола, что всё связанное с миром плотское, оно грязное и ужасное. Люди должны перестать размножаться, должны как можно быстрее покинуть этот мир и тогда слиться где-то с Всевышним. Они делали эту реальность мрачной и ужасной. Есть религии, которые… Религия, в чём свойственно считать эту реальность, эту земную жизнь приходящую, а всё настоящее где-то там. Но религия – это ведь тоже в какой-то степени выход из реальности. Церковь – это, в общем, тот некий портал, в котором человек уходит из реальности в некий духовный мир. Наверное, но опять кто-то наверняка возразит, что вот тот духовный мир, где эти люди находятся, он и есть реальность, просто мы её не ощущаем. И поскольку никто из нас, к сожалению или к счастью, не обладает монополией на понимание реальности, хотя многие на это претендуют и стремятся объяснить всем, как правильно жить, как правильно воспринимать реальность, поскольку у них лично нет же разбетонной уверенности, что я правильно понимаю этот мир, что эту реальность я не воспринимаю как-то искажённо. Я думаю, что то, что мы можем делать, то, что в наших силах, это осознавать несовершенство и условность нашего восприятия реальности, это осознавать возможности искажений и в то же время это возможность формировать её для себя, попытаться приблизиться к реальности. То есть, у всех есть выбор, как у упомянутого моего человека, что я хочу жить на складе с героином, и это и есть счастье. Это и есть счастье, и ничего мне больше не нужно. Точка зрения, имеющая право на существование, хотя это очень дорого жить на складе с героином. А вот насколько мы способны приблизиться к реальности, в то же время её как-то украшая, и в то же время, наверное, когда мы что-то понимаем, о чём мы говорим, что это иллюзия, есть какое-то ощущение лёгкого обмана. Нам всем нравится смотреть фокусы, смотреть фокусы иллюзии, они гигантские, переливающиеся разными красками, воздушные мыльные пузыри, праздник света, когда различные изображения на стенах, которые представляли нас дома и здания в совершенно другом виде. Это иллюзия, мы знаем, что это иллюзия, мы её кратковременно наслаждаемся, но мы не хотим жить в ней постоянно. Но ведь жизнь человека и любого другого существа сопряжена со смертью и осознание того, что мы умрём, оно является пугающим, потому что мы просто не знаем, а что там. Здесь можно как раз искать ответы в разных религиях, но тем не менее у нас нет ответа, что же там происходит. И соответственно, ведь ощущение того, что никому из нас не удастся этого избежать в какой-то день и в какой-то час, мы все умрём, это очень страшная реальность, от которой человек, наверное, хочет спрятаться. И здесь как раз не возникает, ну, скажем, дилеммы. Лучше, может быть, жить в некой иллюзии и вообще об этом не думать, не задумываться о том, что реальность, она приведёт нас всех к конечной точке своего существования. Ну, какой-то старый фильм с Шерой, Николасом Кейджем, по-моему, не помню точно, как он назывался, где одна женщина, другой мужчины изменяют женам, потому что они боятся смерти. Они очень боятся немощи, смерти, поэтому они стараются почувствовать себя как можно более живыми с другими женщинами. Тоже точка зрения имеют право на существование. Я думаю, что да, наверное, ощущение жизни для нас это хороший способ не думать нашей смертности. В то же время мы помним о самураях, которые каждое утро начали с мысли о смерти, что позволяло им эту жизнь воспринимать без страха. Сейчас звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, добрый день, Антон. Это по поводу смерти. Про любовь мне понравилось, очень созвучно моим мыслям и влюбленность, а вот про смерть немножко несозвучного. Но это индивидуальное, конечно, чувство. Я, допустим, рассчитываю, что 5, 7, 10 лет будет конец моей жизни, финишная черточка. Ну, конечно, правильно, об этом кто-то думает, кто-то не думает. Но зачем об этом думать? Об этом не надо думать. И второй момент, чем ближе наступает момент, который я чувствую, тем больше у меня такая мысль, что, ну, как чего, бояться? Бояться-то нечего. Бояться, я думаю, смерти можно, когда ты в активном состоянии, молодом, не в стране, не под конец жизни. Тогда, да, преждевременная смерть, она может страшиться, об этом задумываться. Несчастность, ночь избили на дороге тебя. Если ты об этом заранее что-то подпишаешь, подумаешь, что будет с окружающими. А когда уже ты в преклонном возрасте, то наоборот, мне кажется, то, что чувство, вот у меня лично отходит этого не ожидания смерти, а просто о ней не думаешь, работаешь, двигаешься, пытаешься, страшнее не смерть, а страшнее недееспособность, которую ты будешь, не дай бог, сляжешь, не дай бог, тяжело двигаться, боли, еще хоть, вот это больше гнетет, скорее всего, наверное. Ну, я активный человек, наверное, поэтому больше это меня и волнует, что вот это вот не хотелось бы. А сколько вам лет, Антон? Ну, у меня еще не так много, 62-63. Что же это вы, 5-10, все так мало отвели. Да. А состояние здоровья, как бы, зная свое личное состояние здоровья, я так думаю, что долго не протяну. Скорее всего, надо реально оценивать. Не надеяться, наверное, что-то, ну, сколько проживу, столько проживу. Ну, реально тоже надо смотреть, что с родными будет, как тьма, как еще что-нибудь, как они без меня могут быть. Вот это вот больше волнует, конечно, а не за нас. Да, спасибо вам. Видите, Антон создал свою систему. Правда, рекомендация, просто не надо думать о смерти. Это как любой совет, начальше со слов, не надо об этом думать, он лучше звучит, чем исполним. И, наверное, да, наверное, многие из нас находят способ о ней не думать. Зачем о ней не думать, если мы нам не грозит непосредственно сейчас, и мы как-то не можем на нее повлиять. С другой стороны, многие же говорят о том, что остаться в истории, написать книги, написать музыку, создать что-то, это один из видов бессмертия. Если твои мысли продолжают жить, наверное, в какой-то степени ты бессмертен. и, наверное, с другой стороны, кто-то делает все, что угодно, не знаю, плотские наслаждения, еще, чтобы каждый лишний момент напоминать себе, что ты жив. Ты пока жив и можешь. Вот я с Владимиром Познером, которому 86 лет, говорил на эту тему, и он признался в интервью о том, что я, говорит, часто думаю о смерти. Я хорошо себя чувствую, но я понимаю, что мне 86 лет, сколько мне осталось? Даже при самом лучшем раскладе, ну, 14 лет, это там ничтожно мало. И, как он сказал, что я считаю смерть несправедливой, потому что не хочешь, чтобы она наступала, она все-таки наступит. И эта мысль, наверное, многих она все-таки каким-то образом посещает. И неважно, сколько тебе лет, наверное, как у Брэдбери, которого я сегодня часто вспоминаю, в вине из одуванщиков мальчик задумался о том, что он умрет, это стало для него шоком, хотя он еще был совсем ребенком, но он вдруг понял, что его жизнь не бесконечна. Нужно ли об этом думать? Вот этот, наверное, вопрос. Наш средиослушатель говорит не нужно. А стоит ли эти мысли прятать? Или все-таки с ними нужно как-то сосуществовать? Я думаю, что нам волей-неволей о смерти что-то постоянно напоминает. Наши болезни, даже зубная боль или выпадающая зубность напоминает нам о уязвимости нашей плоти, о том, что она с годами все более уязвима, и что смерть рано или поздно нас настигнет. Поэтому я думаю, когда люди очень озабочены здоровым образом жизни, это один из способов панической защиты от мысли о смерти. Это тоже попытка себя обмануть и уйти от реалии? Если я буду постоянно жить правильно, питаться хорошо, заниматься спортом, не допускать негативных мыслей и так далее, и так далее, то, возможно, я буду жить очень долго и, скорее всего, долго-долго не умру. И, наверное, здоровый образ жизни в какой-то степени не дает никакой гарантии, но повышает наши шансы. Хотя когда-то еще Кристиан Барнард, пионер пересадки сердца, хирург из ЮАРа, сказал, что я не ставлю целью продлить жизнь человека, я ставлю целью улучшить его качество. Но и с другой стороны, ведь еще речь идет о том, что когда человек находится, у него тяжелое заболевание, то у него другое восприятие времени, потому что Роман Лацис, наш известный кардиохирург, который провел первую операцию по пересадке сердца в нашей стране, он говорил, опять же, мы с ним на эту тему разговаривали, он сказал, что когда женщина, если не шла, 7 лет она прожила после первой пересадки, и он сказал, ну, кто-то сказал, ну, это же мало, он говорит, вы просто не понимаете, что время для человека, которому оставался месяц жизни, совсем по-другому течет, она прожила 7 полноценных лет перед тем, как умерла. Я уверен, что это было очень насыщенное время и для нее, и для ее близких, потому что это время тоже было насыщено близостью, пониманием ограниченности этого времени, и я думаю, что ее близкие точно так же понимали, насколько бесценна каждая минута, проведенная в месяц. То есть, это тоже изменение реальности, когда человек заболевает и понимает, что ему осталось не очень долго? возможно, это как раз и есть очень насыщенное проживание реальности. Ну, если, скажем, на этот стол или на воду, которую я пью, посмотреть в микроскоп, увидим совершенно другую структуру. Мы увидим H2O. Мы увидим, возможно, мелких бактерий, которые плавают, мы увидим еще что-то, мы увидим совсем другую структуру этого стола. Значит, лишь это иллюзорная реальность. Нет, мы просто эту реальность понимаем и видим на совсем другом уровне. То есть, то, на что мы не обратили бы внимания, понимая, что у нас есть 30-40 лет жизни. Да, я думаю, что человек, проживающий вот эти ограниченные месяцы, годы, совершенно по-другому их чувствует. Но человек ведь все равно умирает. И вот это то, что было раньше, оно становится, получается, бессмысленно для него. Я не думаю. Вот эта прожитая жизнь. Во-первых, мы опять упираемся в вопрос, что происходит потом. Я совершенно точно не беру на себя смелость судить, что человек умирает, и из этого все бессмысленно. То есть, также сказать, что раз мы сегодня ночью уснем, значит, весь прожитый день для нас совершенно бессмысленно. Нет же. И опять мы, наверное, до определенного момента не узнаем, чтобы находиться по ту сторону. но это люди, которые верят, что что-то там есть. Не знаю, плохое, хорошее. Наверное, мало кто верит в котлы с кипятком и вечные мучения. Я думаю, что вечные мучения настолько бессмысленны, что ни один разум, даже внечеловеческий, не способен это изобрести. Вечные мучения это признак очень мелочного и злобного характера. Мне трудно наградить Бога такими чертами. Сейчас звонок у нас. Здравствуйте, как Вы зовут? Добрый вечер. Владимир, меня зовут. Ну, если просто рассуждение о смерти, то надо вспомнить, наверное, Толстого, который говорил, что день, в котором мы ни разу не вспомнили о смерти, потерянный для человека день, напрасно прожитый день. И вы начали передачу с другой темы, значит, мироощущения, мироосприятия, ухода от жизни, в смысле ухода от действительности. Книги, наркотики, полная комната героина. Значит, тут можно другую сентенцию вспомнить, что нет ничего, что было бы хорошим или дурным, но дело этого сознания таковым. А позвонил я, просто переживая наш предыдущий эфир прошлой недели, когда мы, я Вам звонил, обсуждали тему значит, вины без виния, и Вы там, я, значит, говорил про человека, железная воля, тра-та-та-та-та-та-та-та, упомянуть один нюанс. И вот в этом вопрос у меня по сегодняшней теме, по всем темам, я не всегда Вас слушаю, но иногда очень интересно. Вот все-таки психология мужчины и женщины, она разная, то есть вот когда я задавал вопрос в прошлый раз о том, что вот люди волевые, себя уважающие, идущие по жизни жестко, я забыл упомянуть, что это женщины, я говорил про женщин. И вот если обобщить, возможно, или может быть я отвлекаю от сегодняшней темы, психология мужчины и женщины, вот Вы как специалист, по психологии. Как Вы считаете, это одно и то же, или это люди с разных планет? Спасибо. Да, спасибо Вам. Я не считаю, что люди с разных планет. И как Вы сам, Владимир, упомянули, есть женщины с очень мужским характером, то есть теми чертами характера, традиционно считаются мужскими. Есть мужчины, чувствительные, мягкие и так далее. То есть мужчины с Марса, женщины с Венеры, это не про... Я не верю в это. Я не верю в это. И тем более, как мы смотрим на то, что творится в окружающем мире, роли мужчин и женщин очень меняются, смешиваются, происходит некая конкуренция и борьба. Поэтому я бы не стал делить. Есть ли свои нюансы, обусловленные гормональной разницей и тому подобными вещами. Но по большому счёту, когда ко мне приходят пациенты, я не делюсь, это вот женщина, с ней буду работать так. А это мужчина, с ней буду работать иначе, потому что он же мужчина. Я всегда работаю, исходя из личности человека, из его личностных особенностей, из его биографии, из его личной истории. Но женщины, в отличие от мужчин, лучше защищены от, скажем, суицидальных историй, потому что, ну, по статистике, мужчины чаще в депрессии заканчивают жизнь самоубийством. Или это миф? Ну, говорят, женщина-мать и так далее, и, соответственно, ну, женщина или потенциальная мать, и, соответственно, это защищает её от каких-то таких необдуманных шагов. Есть такая теория. Мне кажется, мужчинам, дело не в том, что женщина-мать, мне кажется, мужчинам чаще не хватает гибкости. Мужчина намного реже, чем женщина, ищет помощи. Хотя сейчас-то потихоньку меняется. Мужчине, то, что сейчас называют токсичной маскалинностью, очень странный термин, на мой взгляд, мужчине, обычно было всё трудно прийти и поделиться с кем-то тем, что ему плохо, или попросить о сочувствии, сопереживании и так далее. Возможно, это тоже. Можно ли мы сейчас делать на эту тему-таки общее заключение? Я не решусь. Ну, чтобы подытожить, резюмировать нашу сегодняшнюю программу, вот мы говорили, начали мы с коров и очков дополненных, то есть виртуальной реальности. Когда, на ваш взгляд, следует задуматься о том, что что-то не так, и мы не так воспринимаем реальность, и можем ли мы это осознать, учитывая, что, как мы говорили, объективно, наверное, никто реальность не воспринимает? Задуматься можем периодически. Я думаю, мы можем принять для себя как данность, что наша реальность всегда будет до некоторой степени иллюзорна. О чём нам стоит задумываться? Это иллюзия, которую мы создаём сами, или это иллюзия, которую нам навязывает кто-то другой с помощью разных манипуляций, и возможность получать с нас большее надой, и, возможно, чтобы использовать в каких-то своих интересах. Поэтому мы всегда можем пытаться понимать, что это за иллюзия. Она наша или чужая, и что эта иллюзия нам даёт, и хотим ли мы в ней находиться? Как сказал поэт, «Честь безумца, который навеет человечеству, сон золотой». Хотим ли мы жить в золотом сне навеянным безумцем, или предпочтём свои собственные сны, или свою собственную реальность? Ну что ж, на этом мы сегодня закончим программу «Вечерний интерактив». Нет, «Вечерний интерактив» впереди. Это была программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Я с вами не прощаюсь. Встретимся через час. Ариэлю говорим «До свидания». Встретимся через неделю. Не на следующий, а через неделю. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok